Привет! Привет всем! Судя у нас здесь пасмурно. Мы сегодняшний день решили провести в аквапарке. Да, в аквапарке мы уже плавали. Чтобы не сгореть, покупаться, покататься с горочками. Да, Женя уже много раз прыгала из этих горок. Я один раз. Я не люблю это дело. Женя много прыгала. Я поплавала по реке. Сейчас решили немножко отдохнуть и записать для вас видео. Поговорим, на какую тему жили? А плюсы и минусы проживания в нашем отеле. Парк. Я думаю, какую-нибудь одну тему. Или плюсы, или минусы. Я не знаю. А ты чувствуешь, что у меня что-то пасмурно на нас? Не знаю. Давай, тут хорошее место. Давай, Аклеса говорит. Ну давай, Аклеса говорит. Да, немножко дождичек трапает. Наверное, надо громко говорить. Тут китайцы, музыку включили. Ну давай немножко ближе сядь. Что нам понравилось? Что каждый день приносят две бутылки воды? Бесплатно. Бесплатно. Ну бутылки надо оставлять стеклянные. Бутылки выбрасывать нельзя. За каждую потерянную бутылку берут 15 пар. Ну то есть каждый день одна бутылочка, не день, а ночь. За одну ночь одна бутылочка воды на человека. Если не допили, то лучше перелить в свою тару и поставить пустые. Вам поменяют снова. Такого не бывает. Ну у нас не бывает, мы постоянно воду пьем и носим с собой бутылки. Каждый божий день нам меняют полотенце и постельные. Да, каждый день. Представляете? Ну полотенце понятно, там в ванной вряд ли они высохнут. Ну постель можно было, наверное... Постельная, да, не знаю. Ну может быть тоже блюда потеют. И мокрая постельная. Может быть кому-то и надо. Здесь очень долго все сохнет. Да, в принципе... А это меняют постель регулярно? Вот. Ну в принципе это хорошо. Мы это считаем плюсом. Меняют и меняют. Пусть меняют. Вот единственное, что они забирают вторую простыню и заставляют... Это к минусам. Заставляют нас спать под теплым одеялом. О минусах мы не говорим. О минусах мы скажем в новом видео. Но это будет конкретно нас, наши минусы. Может быть это кому-то не актуально. Давай о плюсах. Потом нам каждый день ставят шампуни и гели для туши. И мыло, и шапочки. То есть это можно даже не брать и не покупать. Зубную пасту надо. А вот шампуни, гели, ничего не надо. Все есть. Вот. Но у нас все равно свое было. И плюс они каждый день приносят. Вот. Это очень хорошо, удобно. Ни во всех отелях трехзвездочных такой есть. Кондиционер работает исправно. Идеальный кондиционер. Кондиционер его включишь на две минуты и уже прохладненько. Студит комнату и дышать легче. Вид из номера у нас очень хороший. Но не сказать, что на сто процентов. Там Жене может быть и не совсем нравится. Но все равно у нас вид хороший. Вы потом увидите отдельное видео. Вид на город, на пляж, на аквапарк. Высота хорошая. Двадцать третий этаж. Вы в принципе это сразу высоту заказывали. Женя, когда заказывала тур на сайте, то там в комментариях прописывала, чтобы нам дали высокий этаж. Тут всего 25 жилых этажей. Мы на двадцать третьем этаже. Привлекает уже. Солнышко выглянуло. Вон кто заходит, то выходит. Вчера мы видели на горизонте небо полыхало. Где-то там далеко шел дождь. Про вай фай. Вай фай средний. Можно сказать даже ниже среднего. Но ресепшн всегда помогает. Если подойти и сказать, что проблемы с вай фаем, они это понимают. Даешь им телефон и карточку со своим паролем. Они доводят, помогают тебе сделать. И можно работать. Ну возможно у тех, кто активировал сим-ком. Бесплатный сим-ком. У них может быть хорошо. А мы не активировали. У нас просто бесплатный вай фай из отеля. Мы не делаем трансляции. Не ходим тут по отелю. Нам хватает вайбера, чтобы пообщаться с родными. Или там фотографии высылать. Если что-то не ладится, мы обращаемся на рецепцию. Но нам быстро делают. Завтраки. Кормят здесь хорошо. Но у нас только завтрак. Про обед уже ничего говорить не будем. Завтрак очень хороший. Ну как очень. Он однообразный. Но мы наедаемся. Выбор большой. Мы наедаемся. Вы увидите. В общем-то берем не слишком много. Но для себя достаточно. Так что-то наездка. Все есть. И гарниры, и мясные. Выбор большой. Мы каждый раз берем многое. Да. И яичницы жарят. И омлеты делают. И ступы есть на завтрак. В общем-то все. И не сильно остро. И сильно. И сильно. Как бы под русских наверное. Там есть, чувствуется острота, но не очень остро. Каких-то блюдов. Вот. Ну и завтрак. В целом. Мы довольны. Это для нас. И нам очень хватает. Но долго. Мы наедаемся. Мы ничего не берем со столовой. У нас объявление висит. Все. Ну получается на территории вот этого. Ресторана. Да. Столовой. Что на русском языке. Чтобы русские не брали ничего с собой. Не выносили никакую еду. Штраф там сколько-то. Не знаю. Мы не берем. Но поразило то, что объявление на русском. Да. Только на русском. Не на английском. А на русском. Только на русском языке. Значит ловят все-таки русские. Но мы не берем ничего. Нам хватает и так. Про полотенце расскажи. Каждый день с ключом. Ну ключ это как бы вот замена вот этих вот браслетов. Турецких и египетских. Здесь просто бумажечка ключ. С этим ключом подходишь. Тебе дают полотенце. Ты записываешься. Что ты взял. А потом расписываешься. Сколько? Одно? Два? А потом сдаешь до семи часов. Снова расписываешься. Что ты дал. В общем-то одно полотенце у человека можно взять. На пляж. И целый день ходить на пляж постелить себе. Здесь можно постелить. И в трехзвездочном. Обычно в трехзвездочном наверное не дают. Ну да. Да. А здесь дают бесплатно. Это очень хорошо. Что можно свое полотенце не пачкать. Взять отельное. Целый день им год заносить. Да и сам отель у нас какой шикарный. Отель у нас конечно не шикарный. Но это у нас получается. Примечательный. Достопримечательный с Паттайей. С вышкой. С прыжками. Ну то есть с аттракционами. Да. И что получается нам никуда ехать не надо. Китайцы с автобусами привозят. Мы спустились. Купили билет. Опять же поднялись на 55 этаж. Посмотрели с метровую площадку. Еще на один этаж поднялись. И уже можно прыгать. На пляж можно прыгнуть за считанные секунды. Туда в сторону узкой улицы за считанные секунды. Вот. Ну в принципе нам нравится что никуда ехать за этим не надо. Это как раз в нашем отеле. И в вечернее ночное время башня очень красиво подсвечивается разными огнями. Очень красиво выглядит. И ее видать издалека. Мы уже были далеко от нашего отеля на дальних улицах. И нашу башню очень далеко видно как ориентир. Что не заплутаешься. Ориентируясь на эту башню всегда придешь в свой отель. Кстати мы часто ходим по русской улице. Она так и называется. Прям на карте. Так она и подписана. Русская улица. Вот. Это ближайшая улица к нашему отелю. Она ориентирована на русских людей. Там блюда. Ну в общем то различные кухни. Но в основном и русская кухня. И не такая острая. И они уже знают что на укупается. И мне не приходится 150 раз повторять. Я не знаю. Убивают головой и ест. И как бы понятно. Ну они отдельные слова знают по-русски. Я понимаю. Ну по крайней мере вот по своей специальности. Если по массажу они вам что-то про массаж скажут на русском. Если это кафе значит еда. Кафе, аптеки, exchange, обменники. Все рядышком. Все хорошо. Получается она наша улица. Там в основном русские. Ходят иногда китайцы. Редко. И тайцы. Все. В общем то иностранцев там не особо. Конечно они есть. Но им их мало. А русские они вот проезжают на каждой шапке. Ну поэтому она и русская улица. Там есть рыночек с фруктами. Можно тут же поджарить шашлычок. Покушать. Все относительно недорого. Туда дальше в кафешках уже дороже. А здесь вот к нам ближайший рынок. Наши бабушки. Тихо-тихо. Мы сидим по-другому. Кабинка поехала. Тут американские горки. Мы сидим прямо под американскими горками. Над нами кабинка проехала. Люди пищат. Ой. А даже страшно. Вот не свалятся. Нет. Не свалятся. Тут такие трубы. Дорога какая. Мы не должны свалиться. Что мы еще не говорили. Посуда, чайник у нас в номере есть. У нас в номере, да. Это очень хорошо. Мы пришли вечерком. Сделали себе чай. Или днем попили кофе. Да. Не надо никакой кипятильник сюда везти. Или маленькие чайники. Ничего это не надо. Чайник, кружечки, тарелочки, ложечки. Все это есть. Посуды достаточно. Можно там и купить фрукты. И положить как бы есть на что. Что единственное. Нож. У нас свой. Ну ножик. Да. Ножик надо. Ну мне кажется ножик был. Может быть ты его куда-то делал? Нет. Точно не было? Ну вообще можно же и одноразовые где-то ножи приобрести. Или из дома приобрести. Они веки. Нет. Ну это понятно, что можно. Я про то, что у нас свой. Ну у нас свой. У нас свой. Нет. Не было. Не было. А ты вспомнил. Вот ты пленку с чемоданом чем развил? Нашим. Наш у тебя был внутри чемодан. А когда ты только приехала, ты чемодан от пленки как-то освобождал. И мне показалось ножом. Надо вспомнить. Вспоминай. Ну в общем пока мы ножа не наблюдаем. У нас есть только свой. Мы в одной комнате можем потерять вещи и искать долго. Да. Мы очень долго ищем. Это уже наши, свои заморочки. Но мы находим. Куда-то переложим все. Мама постоянно прибирает. Я не могу найти свои вещи. Она не может найти. И думаю ну куда доли взяли. Нет. Потом находим. Потом находим. Пока что от футфу никто ничего не воровал у нас. Из нашего опыта. Хотя есть проблемы. Но о проблемах потом. С сейфом проблемы. Но это потом расскажем. Да. Это в другом. Это в минусах мы потом расскажем. Сейчас пока только о плюсах. Ну вообще плюс. Погода. Море. Пляж. Море шикарное. Теплое. Нигде такого моря нет. Даже мы вот сюда в бассейн зашли. Вода горячая. Да. Вот наш приотельник там ближайший. Там прохладный. Немножко прохладный. Может быть это тоже плюс. Потому что ну напаришься. У нас такая жара. Да. Ты придешь с пляжа горячий. Хочется окунуться. Прокладную водичку. Но везде теплое. Но все равно она комфортная. Хоть и прохладная. Но она комфортная. Вода хорошая. Я даже в душ когда встаю. Помоюсь. И потом обливаюсь холодной водой. Чтобы вот этот жар снять. Прекрасно. Мы хоть и живем на 23 этаже. А напор воды замечательный. У нас дома и то иногда бежит. Я на 11 этаже живу. И то тоненькая стулечка бежит. Если все там внизу пооткрывают. А здесь напор сильный. Мощный. Про пляж. Ну пляж убирают. В общем то неплохой пляж. Песочек. Песочек. Это вообще всегда супер. Не по камням. Это вообще супер. Ногам приятно. И лежать. Как по волнам. Там подпрыгиваешь. И снова в песочек ножки. Так хорошо вообще. Есть шезлонги платные. Но мы на полотенце. Ну на полотенце к нам нормально. Давай. На полотенце выдают. Да. Даже бесплатно платить. Но. И на своем машине. Но они. Опять же. Вот этот аквапарк. Где мы находимся. Вот всего 100 бат. Всего 100 бат. Это 200 рублей. И. Может быть у тебя не слышно. И. Можно целый день здесь находиться. Можно выходить. Выходить. Поставят печать на руку. Да. То есть. Никто нас здесь. Прям насильно не держит. За эти деньги. Мы можем. Можем выйти на пляж. Если захотим. Печать будет. Ну здесь есть на территории. Покушать. То есть. Ну в принципе. Это не проблема. Пока нет желания выйти. Тут все нормально. Вот. Что у нас? Сувениры продают. Продают на пляже. На пляже сувениры. Поехала. Поехала. Не кричат. Менщики. Да. Это уже главная партия. Не сменный народ. Сувениры подешевле. Здесь продают на пляже. Женя купила слоника. Сувенир в магазине. Слоник стоил. Триста пятьдесят бат. А мы его купили уже. Сто тридцать бат. С рук у дяденьки. Ну это сувенир. Это на подарок. Может быть себе стоим. А может быть подарок. Это дешево. Мы посчитали это плюсом. Что можно купить. Понятно, что не ювелирные изделия мы там покупаем. Нет. Бриллианты мы не покупаем. Которые здесь продают. Да. Это ясно, что это уже по идее. На пляже есть деревья. Можно спрятаться в тененчик. Можно лежать под рассеянным солнечным светом. Есть понтоны. Может на них посидеть. Не все. Кубики такие. Как табуретка. Не все любят лежать или стоять. Можно даже посидеть. В общем-то это тоже хорошо. И развлечения на пляже есть. Есть скутеры. Есть бананы. Но пользуются в основном китайцы этим. Лодки там какие-то. Они любят таксивный отдых. Они группами подходят и катаются. Наши русские только лежат, стоят. Заходят в море попрыгать на волнах. И опять лежат. Катаются на скутерах, на бананах, на лодочках. Все. Китайцы. Они очень активные. И Женя. Наверное. Вот я единственный русский, кто купался. Больше. Я не видела. Не встречала, что кто-то пошел на скутерах кататься. Ничего это. Почему они катаются? Ну, китайцы очень активный народ. И очень дружные. Я не знаю. У них вот это привито, что они ходят компаниями. Ну, в принципе, они ведут себя хорошо. По сравнению со всякими турками, арабами. Они очень культурные. Они тебя не разглядывают с ног до головы. Да. В Турции аж лезут и с фотоаппаратом тебя раздетую фотографируют. Они не пристают на горках. На аквапарках. Они пропускают вежливые такие джентльвены. Я поблагодарила. Спасибо. И поехала. В общем-то, все хорошо. У нас к ним нет таких замечаний. Нормально. Ну, немножко шумные, но к этому привыкнуть можно. Ничего страшного. Да, все шумные. Они не бухают, как русский народ. У нас вообще все отлично. Их здесь очень много, но они не мешают абсолютно. Их больше, чем русских. Ну, не знаю, привыкнуть, если кто не сталкивался с азиатами. Может, и непривычно. Но, в принципе, нормальный, дружелюбный народ. Ну, вот так вот. Наверное, коротко мы... Уложились. Уложились. Рассказали о плюсах. Ну, самое главное, да. Жара, море, вода. Ну, вот зачем мы приехали, то и получили. Да. Приятно в апреле месяце получить такой кусочек бета. Потому что мы вернемся в Москву, в Екатеринбург, там будет уже попрохладнее. Ну, опять же, потом май, майские праздники, начнет теплить. Мы дождемся. Нет, у нас в мае еще холодно. У нас тепло. Дожди, мы одеваемся. Но все равно, как бы, уже для нас зима закончилась. Хотя там она лежит снег. А мы побывали в лето. Да еще не просто лето, а у них тут новый год. Новый год летом. 2561 год встретили. Ну, он еще идет. Он еще до 19-го, до 20-го точно идет. Нас обливали, еще будут обливать. Кое-что мы поснимали, покажем. Ну, а так, нормально. Вот такие наши плюсы. Ой, все, буду спать. Фотографий много, видео много. Симки кончаются. Вот нужно запасаться по картам памяти. Здесь я купила микро-карту памяти. Это 802. Это 1600 рублей. Ну, вы считаете, дорого, дешево. На 32 гигабайта. Причем на рынке эта карта стоит на 150 подороже. Во ночном рынке. А на русской улице 800. Вот. Так что не надо покупать на то, что это рынок. И там может быть дешевле. Ничего подобного. Мы не видели, чтобы люди торговали. Сколько стоит цена за 100 рублей покупают. Нет, несколько сделали. Там же написано 890 бат. Мне за 800 продали. А. Ну, это тебе на русской улице? На русской улице. Ну, все. Ну, все. Прощаемся. Всем пока-пока. Всем пока. Всего доброго. Ждите наше следующее видео. Приглашаем вас в Таиланд. Мы приедем. Мы уедем. Вы приедете. Приезжайте. Давайте. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok